Прощение того, кто причинил себе зло, не всегда является похвальным. И Всевышний Аллах ограничил, обусловил это, чтобы вместе с этим прощением происходило примирение. Но если из-за прощения, извинения не происходит примирение и исправление, то не прощайте и не извиняйте. Пример этому, если человек, который обидел вас, является человеком, который известен своим злом и порочностью, и если ты простишь его, то это только добавит его зла. В таком случае лучше не прощать его. Лучше тебе не прощать его и забрать с него свое право, чтобы произошло исправление. А если же человек, если ты его простишь, и это твое прощение в его адрес не несет с собой вреда, то в таком случае прощение лучше и достойнее, потому что Всевышний Аллах говорит Если твоя награда будет от Аллаха, то это лучше для тебя.